Итак, друзья, немножечко развиваемся. Как вы видите, это новый автомобиль у нас Volvo S60 2007 года за 400 рублей взятое. В принципе, состояние неплохое. Вот сейчас вот качусь по нашей прекрасной ZSD-дороге. Такая у нас красота здесь. Море. Солнышко. Все отлично. Состояние, в принципе, ничего. Двигатель не дымит, масло не кушает. Вроде коробка переключает ничего. Вроде тоже все плавненько. Кондиционер тоже работает. Ну, из нюансов жестковатый руль. Плюс так, потрепанная машинка. Жучки. Есть пару окрасов плохих. Все покажу вам. А так, конечно, это самая дешевая Volvo 2007 года. На ходу с документами. Вообще по России нету таких цен. Пару есть с битой жопой, но там печально, все это надо делать. И еще неизвестно сама в каком состоянии машинка. Купил у собственника. Отдал еще. Сзади лежат четыре зимних колеса. В принципе, резина лето хорошая стоит. Целая еще. по подвеске сзади амортизаторы надо менять. Хотя пока смотрел, там особо по кочкам не ездили. Собственник сказал, что стойки стабилизатора надо делать. А сейчас я еду и чувствую, что мертвые амортизаторы. То есть верить никому нельзя. Всегда нужно все делать самому. Покупаешь, меняешь сразу ремень генератора, ГРМ, все масла меняешь. Иначе можно попасть на склабо так. Ну и вот первым делом, что мы хотим сделать, так это поставить колпаки сюда. Потому что на штампах машинка стоит и это совсем некрасиво выглядит. Так что впервые вы видите сейчас машинку встречайте и с этого бока она конечно неплохо смотрится. Ну и сейчас темно естественно. Вечер уже. Но в общем и целом сейчас вот такой вид. Постоян колпаки посмотрим как она изменится. Итак, съемка номер 2. Те колпаки оригинальные не подошли. Почему-то не ставятся на эти диски. В итоге взял вот такие вот за 1100 рублей. Сейчас впихнем сюда их. Ну они подходят, но тоже надо дорабатывать немножко упираются и до конца не защелкиваются. немножко надо срезать. Сейчас покажу как будет с колпаками. Даже колпаки с проблемами ставятся. Вот эти вот части упираются в диск и он до конца не защелкивается. Сейчас стачиваю вот эту окружность болгаркой по периметру и ставлю. Получается хорошо. Ну и вот такой вид у нас с колпаками. Сейчас поеду машинку полосну. Полностью вам ее покажу какие у нее косяки и какие у меня планы по ней. Такая красотка Вольво 2007 год 2,4 170 лошадиных сил. Сейчас вот двигатель заведен его даже не слышно. Работает идеально ровненько. Масло не кушает. Коробочка имеет небольшой тычок когда переключаешь на заднюю когда на драйв ставишь тычка нету. Переключает мягенько во всех режимах. Быстро едешь медленно неважно. Всегда комфортненько мягенько переключает. С этой стороны по кузову косяков нету. Отлично смотрится все. Вот тут у нас есть пара жучков. по кромочке ничего серьезного. Снизу бампер надо немножечко подкрасить. Здесь у нас есть такой скольчик. По идее это крыло тоже надо покрасить. Ну так вот здесь у нас немножко лопнула шпатлевка. Ничего страшного нету. Вид имеет. Это крыло не очень покрашено. Его надо отполировать. Шагренька большеватая. Все остальное целенькое. Резина новая. Диски новые. По подвеске все сделано. салончик вот такой топовый. Кондиционер работает. Сидушка не затертая. Тут есть небольшая затертость. Как бы мелочь. Все целенькое. Также вот здесь отломано. это можно подклеить. Все она целая. Здесь осталось. Можно подклеить. По кромочкам не ржавая. Пороги тоже целые у нее надо заменить два задних амортизаторов. Тут тоже кожа целая. Все абсолютно адекватно. Лобовое целое без трещин без всего. Машинка на полном ходу с документами. Едет бодренько. Собственник с 13 года у нее владел. так что покупал ошибки не было ну загорелась сейчас не знаю надо читать так в принципе работает все то же самое все работает кондиционер тоже работает загрузья машина загнана новый проектик продолжается решил убрать жуки здесь шпаклевка лопнувшая огромный кусок восстановилась поклевал ну очень мощный шагрин спилил непонятно кто влачил не умеющие товарищи огромное количество пыли убирал это бочина полностью идет плюс бампер здесь крышечка была убрана а здесь стояла крышечка пришлось тоже убрать под омывайку также это крыло с баллончиком покрашено придется полностью перегрутовать ну и будем переходиком сюда переход покраски и полностью залачиваем дверь все покрашу естественно конечный результат покажу залечка ну что друзья проект закончен ушел на него ровно неделя покрасил всю эту бочину бампер передний переднее крыло и дверь переходиком убрал руки естественно машинка бодренько смотрелось полностью отполировал ее получилось красиво цвет насыщенный стал до этого был кирпичный поставил ее за 470 70 тысяч сверху пару человек позвонил никто не захотел даже ее ехать смотреть сейчас поставлю 590 потому что рынок у них от 600 начинается за нормальное состояние да и вообще за этот год от 600 салончик помыл такая вот бодренькая машинка стала поменял задний амортизатор и вчера полдня мучился здесь была отломана часть подклеил ее пришлось подставку сделать снизу вот так вот болт чтобы сюда хотя бы что-то упиралась потому что отламывается сразу вот такая симпатичная машинка получилась начнем сейчас с следующей проектики а эта машина ждет своего часа ну что друзья вольво продана так как авито начал офигевать и просить у меня по 5000 за одно объявление выставить я конечно стараюсь поставить вначале куда-нибудь либо на автору хотя там тоже иногда офигевают по ценнику либо на дром поставил я ее на автору за 1000 рублей и на дроме она у меня висела абсолютно никакого интереса цена была 590 что ли я уже немножко не помню 590 скинул уже за 570 начал продавать она у меня месяц абсолютно висела без какого-либо интереса так пару человек напишет что-то узнает но никто не приезжал ну в итоге я думаю сколько можно продавать то наверное пора задуматься о том чтобы поставить на авито за 5000 рублей пришлось заплатить 5000 рублей вот ну что на следующий день меня ее купили только поставил вечером куча звонков куча писала людей это просто стечение обстоятельств я считаю и потом приехали две девушки посмотрели я все рассказал как есть ничего не скрывал машинка на прекрасном бодром ходу по подвеске ничего делать не надо было коробочка переключается движечка масло не кушает в общем никаких там проблем не было сам все диагностировал сам все смотрел в итоге они ее забрали на следующий день она мне позвонила очень радовалась покупки вся семья была довольная муж который в автосервисе работает сказал что прекрасная машина вот они ее в тот же день оформили и в итоге проходит месяц мне написали плохой отзыв на авито с одной звездой заметьте за такую прекрасную машину можно было хотя бы три звезды поставить и этот плохой отзыв они написали что в автосервисе им насчитали работ на 200 тысяч рублей они очень недовольны покупкой и пошло поехало ну я надеюсь они ее сделали и радуются потому что тачка в принципе рынок у них сейчас 700 тысяч плюсом за 2007 год вот машинка ушла все нормально получился неплохой заработок за 507 она ушла вот ну что сказать будут следующие проекты стараюсь так понемножку снимать вам желаю удачи и всем пока что это так что это это как Продолжение следует...